В эфире телеканал Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. В микрорайоне пригород Лесной открыт новый детский сад Елочка на 360 мест. Появление такого социального объекта, таких социальных объектов, это жизнь необходимость, это то, что реально влияет на качество жизни. Около 120 саженцев вишни теперь будут украшать Старую площадь на Садовой улице. Ты совершаешь хорошее дело, потому что сажаешь деревья. Вышла в свет новая книга видновской писательницы Тияры Велиметовой «Узники Азазеля». Могу сказать, что она человек очень талантливый, она одаренная, у нее удивительная образность. Микрорайон пригород Лесной – один из самых динамично развивающихся в Ленинском городском округе. Строительство социальной инфраструктуры не поспевает за объемами возведения жилых домов. Теперь у многих родителей проблем станет меньше. В жилом комплексе открыт новый детский сад Елочка на 360 мест. Появление нового детского сада для жителей микрорайона «Пригород Лесной» – действительно событие. До настоящего времени здесь было только одно дошкольное учреждение – детсад «Ивушка», открытый два года назад. Теперь родителям станет легче. Детский сад – второй наш дом, как тепло, уютно в нем. Традиционно открытие проходило у центрального входа в учреждение. На веселый лад настраивали и внешний вид сада, и его окружение. Прогулочные участки, на которых имеются веранды и малые игровые формы. Две спортивные площадки для физкультурных занятий на свежем воздухе. «Пригород Лесной» – это, наверное, один из наиболее динамично растущих микрорайонов. И вот появление такого социального объекта, таких социальных объектов – это жизнь и необходимость. Это то, что реально влияет на качество жизни. До конца года в «Пригород Лесной» обязательно появится большая школа на 1100 мест, которая тоже, повторюсь, жизненно необходима для жителей и «Пригорода Лесной», и прилегающих микрорайонов. После торжественного разрезания ленточки гостей пригласили на небольшую экскурсию. Общая площадь сада – около 2000 квадратных метров, и он рассчитан на 360 мест. В школах компьютерные классы уже стали привычными, а вот для детского сада это пока в новинку. Мы будем внедрять программу пропедевтики, информатики для дошкольников, для старшего дошкольного возраста, которая учит детей строго логически мыслить и ориентироваться в нашем хаотичном информационном мире. Здесь 15 групп, из них 2 для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 2 логопедические группы, 11 групп для детей от 3 до 6 лет. Есть просторные музыкальные и спортивные залы. Сами преподаватели признаются, что полюбили этот сад буквально с первого взгляда. Это было необычно, я зашел, у нас только все современно, много спортивного оборудования для занятий, очень все понравилось. Очень шикарный, красивый музыкальный зал, также и компьютерный класс есть, и очень много остальных кабинетов, где детям будет комфортно. Еще одну экскурсию провели для пап и мам. В основном ее посетили те, кто только собирается отвезти ребенка в детский сад. Судя по реакции детей, которые ни в какую не хотели уходить из группы, сад им пришелся по душе. Пойдем. Работники дошкольного учреждения в большинстве своем местные жители, а потому благодаря детскому саду здесь появились и новые рабочие места. Сейчас педагогический состав почти укомплектован и составляет более 40 человек. Детский сад действительно веселый, позитивный и в таких современных ярких красках. Родителям очень нравится. Те родители, которые приходили заключать договора с нашим детским садом, остались очень довольны и надеются, что наш детский сад станет для их детей вторым домом. Строительство детского сада осуществлялось за счет средств инвестора. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Около 120 саженцев вишни теперь будут украшать Старую площадь на Садовой улице. Озеленением территории занялись активисты территориального общественного самоуправления Старый город. Наша съемочная группа побывала на месте событий. За благоустройство территории на Садовой улице территориальное общественное самоуправление Старый город боролось долго. Идея посадить вишневый сад на так называемой Старой площади появилась около 9 лет назад. У нас очень много возрастных людей, которые будут гулять здесь. Они и так гуляют, просто негде даже присесть. Они будут присаживаться и наслаждаться этим садом. А весной он будет цвести. В данной акции приняли участие более 50 человек. Многие из них – жители ближайших домов. Самое главное, мы сажаем это для будущего поколения. И с удовольствием будем смотреть на эти деревья, которые будут в будущем цвести. И радовать наших жителей, нашего города. Нас радовало 55 лет тому назад этот яблоневый сад. А теперь пусть через энное количество лет будет радовать вишневый сад. Среди участников акции было немало семей с детьми. Ребята помогали в высадке деревьев. Третьеклассница Софья Дугина старалась все сделать самостоятельно, что в силу юного возраста давалось непросто. «Сложно и хорошо. Думаю, что ты совершаешь хорошее дело, потому что сажаешь деревья. Деревья же дают кислород, а без деревьев жизни на земле бы не было». За несколько часов на Садовой улице было высажено около 120 саженцев фишни трех видов – «Прима», «Метеор» и «Памяти Вавилова». Помочь в озеленении территории решили многие активные жители округа. Несколько декоративных кустов в подарок привез с собой из поселка совхоз имени Ленина Артем Грудинин. Обеспечил перекусом участников акции предприниматель Максим Арапов. «Наша общественная деятельность, она не ограничивается совхозом имени Ленина. Мы помогаем и хотим помогать жителям на всей территории Ленинского района. Это как бы наш общий дом». «Я считаю, что посадки нужно делать не только в новой части города, где, безусловно, строят высокие дома, а обычно в полях, и там нету деревьев. Также нужно и восполнять новые посадки, новые деревья и растительность в старой части города». Каждый из сортов устойчив к заморозкам и дает хороший урожай. Пройдет несколько лет, и жители Видного, оказавшись на Старой площади, смогут погулять по тенистой аллее и насладиться ароматом цветущей вишни. Александр Стлиров, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. Ямы на дорогах, сломанные качели или грязный подъезд. Об этих и других проблемах жилищно-коммунального хозяйства легко и быстро можно сообщить через региональный портал «Добродел». Система в Московской области успешно реализуется уже пять лет. Насколько эффективна ее работа в Ленинском городском округе, расскажет Юлия Погосян. В прошлом году на территории Ленинского городского округа был создан муниципальный центр управления регионом, куда стекаются все сообщения с областного портала «Добродел». Здесь заявки жителей обрабатываются и направляются в различные службы для дальнейшего решения проблемы. Поскольку все находится здесь, поскольку все обрабатывается здесь, поступает сюда, мы можем быстро реагировать на жалобы, мы можем понимать, где у нас проблемы, соответственно, где-то что-то предупреждать, работать на опережение даже. Соответственно, это дает свои плоды, то есть проблемы уходят, становится меньше. Портал «Добродел» создан правительством Московской области в 2015 году. Каждый житель может скачать мобильное приложение или зайти на сайт, чтобы зарегистрироваться и начать работу в системе. Здесь пользователи оставляют свои жалобы по разным тематикам. Самое популярное – жилищно-коммунальное хозяйство. Необранная придомовая территория или контейнерная площадка, сломанная детская игровая зона, ямы на дорогах, отсутствие освещения. Достаточно описать ситуацию и прикрепить фотографию. В течение трех дней данное обращение находится на модерации, но обычно это происходит в течение суток. После всего этого он поступает к нам сюда в район. Сотрудники муниципального центра управления регионом рассматривают данное обращение. То есть на рассмотрение, на модерацию у нас уже здесь. У нас уходит самое большое – это сутки. Обычно в течение первой половины дня рассматриваются новые обращения и, скажем так, анализируются и направляются на исполнение по управлениям администрации. Ответ заявителю приходит не позднее, чем через восемь дней. Именно в течение этого времени проблема должна быть устранена. Если вопрос критический, например, открытый люк, его решают немедленно. Есть проблемы, но всегда все стараемся решать и с жителями держимся на связи. Очень в больших случаях оставляют свои номера телефонов в обращении, и мы созваниваемся с ними, конструктивно обсуждаем вопросы и, соответственно, в таком порядке работаем. Однако есть категории сообщений, которые требуют более длительного и тщательного рассмотрения. Невозможно возвести новый детский сад или построить дорогу за срок чуть больше недели. Если такие проблемы поступают, а они поступают, мы вынуждены отложить исполнение данной заявки, но это не значит, что мы от нее отказываемся. Естественно, она будет выполнена, естественно, все это будет закрыто, но, к сожалению, на это бывает необходимо потратить какое-то время. За пять лет работы портала «Добродел» от жителей Ленинского городского округа на него поступило порядка 85 тысяч сообщений. Почти все проблемы удалось решить. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Вышла в свет новая книга видновской писательницы Тияры Велиметовой. «Узники Азазеля» – так называется роман о войне в Сирии, основанный на реальных событиях. Наша съемочная группа побывала в гостях у автора и узнала об истории создания произведения. «Узники Азазеля» – это уже вторая книга видновской писательницы Тияры Велиметовой. Первая под названием «Долгая любовь моя» вышла год назад и была посвящена Муслиму Магомаеву. Именно за этот роман она была награждена золотой есенинской медалью. В основе сюжета нового произведения «Война в Сирии», но кровавые события представлены не через боевые действия. Читатель видит их глазами женщин, которые после гибели супругов оказались в лагерях для беженцев. У главных героев есть реальные прототипы. Моя родственница влюбилась, вышла замуж и уехала с мужем-ваххабитом в Сирию. Она вот так получилась. Муж там погиб сразу, и она четыре года была там в тюрьмах, в лагерях. Мы с ней переписывались, я ей там помогала. Она по крупинечке мне присылала видео, фотографии, сообщения. Книгу писательница посвятила своему земляку, герою России Зейнудину Батманову. Это егер из Дагестана. Он пошел выполнять свой служебный долг в лес. Его окружили террористы. Он не выдал ни РУВД. Он спас маленького ребенка с семьей. Его замучили, истерзали и убили. И это сняли на видео. А потом Владимир Владимирович Путин дал ему героя России. Вот я хочу сделать вот эту книгу память о нем. Одну из первых прочитала роман председатель Ленинского районного отделения Союза женщин Подмосковья Елена Ястребова. Теяра Велиметова – активная участница этой организации. Книга очень жесткая с одной стороны. С другой стороны, у нее счастливый конец, и это как бы радует. Это книга о вере, о любви, о том, о нашем жестком и о нашем страшном времени, когда некоторым нашим гражданам вдруг приходит в голову, что они властны и над временем, и над людьми. В оформлении книги использованы фотоматериалы с места событий. Могу сказать, что она человек очень талантливый. Она одаренная, у нее удивительная образность, и работать с ней очень легко. Она прислушивается к каким-то советам, замечаниям, и мы с ней очень хорошо и легко, я бы сказала, работали. Теяра Велиметова по образованию педагог 30 лет работала воспитателем в детском саду. Заочно окончила литературный институт в Баку. Писать книги героиня нашего сюжета начала только после выхода на пенсию. Для нас для всех было неожиданностью, когда мама в принципе начала писать. Мы очень за нее рады, что она открыла в себе такое творческое начало. И в таком возрасте, когда многие, грубо говоря, угасают, уже устают от жизни, она наоборот воскресла и вот идет своим путем, по-настоящему своим путем. Мы очень за нее рады. И сегодня мы рады, что у нее вторая книга, уже, надеюсь, не последняя. Мы ее поддерживаем всей семьей. Сейчас в планах Теяры Велиметовой уже новая книга. Следующее произведение, как поделилась писательница, будет уже для детей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнет-В. Юных зрителей, пришедших в кинотеатр «Искра» на показ хита этой осени фильма «Стрельцов» ждал приятный сюрприз. В фойе специально для ребят клоун «Алекс» провел зажигательную анимационную программу. Поиграть в необычный футбол, поучаствовать в турнире по настольному хоккею и веселых эстафетах можно будет и в выходные. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Пришедшие на показ нашумевшие новинки этого года фильма «Стрельцов» были приятно удивлены. В фойе кинотеатра «Искра» прямо перед сеансом юных зрителей развлекал любимец видновской детворы клоун «Алекс». В поддержку семейного похода в кино родилась идея совместно с клоуном «Алексом» организовать перед сеансами игры для детей, чтобы мотивировать их ходить в кино о том, что это весело, это интересно. Сначала ребята немного разогрелись на турниры по настольному футболу и хоккею, а затем пришло время подвижных игр эстафет. Ребята гоняли мяч, забивали голы, перетягивали канаты, даже прыгали через него, как через скакалку. Было весело, шумно и очень спортивно. Мы играли в настольные игры, бегали с мячом, прыгали через канат. Было сильно классно. Что больше всего понравилось? Футбол за то, что я в окно запылину. А еще? А еще перетягивание каната. Бегать и пинать мяч в ворота. Это мое самое любимое. Мяч играть! Это было очень весело и смешно. Кстати, даже взрослые не смогли остаться в стране. Так здорово прийти на киносеанс. И такая замечательная программа. Развлекаются и дети, и родители. Очень здорово. Анимационная программа в кино с клоуном Алексом порадует посетителей кинотеатра «Искра» и в грядущие выходные. Дорогие зрители, приходите к нам. Будет здорово. Будет весело. Будут призы. Весело провести время можно будет в субботу 10 октября и в воскресенье 11 октября перед утренними показами мультфильма о семейках Бигфутов и фильма Стрельцов. Начало анимационной программы за полчаса до показов. В 9.30 и 11.30. Вход по билетам на киносеанс. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.